Всем привет! Рад вас всех видеть. Сегодня мы будем говорить о довольно специфической теме. Вроде бы и JavaScript, вроде бы и не только JavaScript, потому как тема выходит и на мобильное устройство, и на нативное приложение. Я не буду вас долго томить, давайте начинать. Сегодня я вам отвечу на 5 вопросов. Первый. Зачем это все нужно? Второй. Как это все дело использовать? Третий. Какие готовые open-source решения мы можем использовать для работы с WebRTC, с захватом медиа-информации на клиенте? И также я расскажу, как это все дело контролировать. У нас есть много различных факторов, которые нам надо по-разному хендлить. Ну и, конечно, куда без масштабирования, оптимизации. А теперь обо всем по порядку. Зачем нам все это надо? Почему нас не устраивают те решения, какие существуют для веб-конференции? Зачем тема с WebRTC форсируется уже не один год? Почему, несмотря на медленный прогресс в этом направлении, крупные корпорации продолжают предпринимать большие шаги для развития WebRTC, и сообщество постоянно растет? Это прямая передача данных. И первое преимущество, которое мы с этого всего имеем, это, как вы могли догадаться, это халява. Так как при прямой передаче данных между пользователями мы экономим кучу денег на серверной инфраструктуре, это очень приоритетная задача, которая в далекой перспективе позволяет сэкономить кучу денег на инфраструктуре для поддержания таких тяжелых задач, как стриминг видео. А в наше время, когда мы стримим видео высокого разрешения, это важно как никогда. Далее, это быстрая передача данных. А еще конкретнее, это передача данных быстрее, чем мы бы сделали это через сервер традиционными способами. Соответственно, из второго вытекает третий пункт. Это уменьшение задержек для передачи нашей видеоинформации. Как вытекающий последний пункт, это больше приватности, как минимум потому, как мы передаем данные напрямую от одного пера к другому перу. Какие задачи вообще решает WebRTC? Это передача видео и аудио, соответственно, видео и аудиозвонки. Это видеоконференции различные. Соответственно, это вебинары и видеостриминг. У кого-нибудь в зале есть идеи, чем вообще вебинары отличаются от видеоконференций? Нет. И технически. Верно. Аудиоконференция, ну видеоконференция, вообще любая конференция, она подразумевает то, что общаются все на одинаковом уровне. То есть я могу сказать что-то, товарищ мне на другом конце линии скажет что-то, еще кто-то нам добавит. То есть все имеют возможность общаться. Вебинар в основном подразумевает только то, что кто-то один у нас разговаривает, показывает что-то, а все остальные просто смотрят и слушают. Я к этому вернусь. Это довольно-таки важный поинт в разрезе перформанса. Далее у нас есть чаты. WebRTC позволяет нам передавать текстовую информацию. Довольно просто. И файл-шеринг. Собственные герои нашей программы WebRTC. Расшифровывается это как Web Real-Time Communications. Технология, которая имеет довольно простую историю. Как и большинство продуктов от Google. Ее вначале разрабатывала компания не Google. Это Google Global AP Solutions. Они запилили софт для видеотрансферинга. Потом Google подождали немножко, пока это все дело разобьется за два года. Дали людям денег, забрали и через год выкатили WebRTC. Инновации, все дела. Google на коне, все хорошо. В общем, в 2013, 2014, 2015 году Google обновлялся, обновлял Hangouts, переходил на WebRTC. Потому как он раньше работал на Flash, и это было уныленько. Ребята хотели что-то с этим сделать. Это был, на первый взгляд, очевидный вариант решения этой проблемы. Ну и последнее. Вот сейчас за окном 2016 год, а у нас до сих пор WebRTC черновик. То есть прошло уже 6 лет с покупки технологии Google. И до сих пор в этой РСИ они до сих пор никак не утвердят этот стандарт. Вы, наверное, ожидаете, что передача данных между пользователями выглядит как-то так. Я заменил пользователей котиками. На случай, если кто-то не будет понимать, будет интересно посмотреть на котиков. В общем, ожидания у нас вот такие вот. Есть два пользователя. Между ними передается какая-то информация. Черт Ас-2. На самом деле это выглядит как минимум так. У нас есть два котика пользователя. Для того, чтобы они друг друга нашли, они должны обменяться сигналом информации. Что это такое? Сигналом информации — это, по сути, координаты. То есть я объясню просто. Я как пользователь иду на сервер, говорю, вот мои координаты, стучитесь ко мне сюда. Я создал. Другой пользователь стучится на этот же сервер и спрашивает, есть ли кто-то на этом сервере. Ему возвращают мои координаты, и мы связываемся. Все очень просто. Но я не просто так написал, что это не из реалити, потому как черт Ас-2. У нас есть session establishment protocol, который описывает, как это все дело должно работать. Первое — это подключение к серверу он писает. Второе — это генерацию токена. Все это дело происходит с использованием токена. Далее — это получение ключа для подключения. Это тот самый сигналинг, о котором я говорил. RTC stream connection — это опишка, которая сейчас есть во всех популярных браузерах, за исключением Safari. Мне кажется, там его и не будет. И broadcasting message about new peer. То есть мы шарим сообщение с сервера, что вот у нас подключился новый участник. Давайте мы добавим его в разговор. sdp-шка — это session description protocol. Для него тоже есть стандарт. По сути, это текстовая информация, которая передается. В ней описывается информация о сессии, временные параметры и медиапараметры. Там могут быть описаны кодеки, если мы используем какие-то отличные от стандартных. Вы можете посмотреть полностью пример здесь по ссылочке. Расшариваю эту презентацию, и вы сможете покликать это все одновременно и ссылки, в том числе и QR-код. Или можете отсканить, если хотите. Так. Подберемся немного ближе к реальности. Так как у нас пользователи очень часто сидят за натом, они не могут друг друга напрямую найти. Если кто-то из вас так или иначе сталкивался с Tune или Tune серверами, он, вероятно, уже знает, в чем дело. Есть такая штука, тоже попрадаюсь просто объяснить. Это Tune сервера. Они позволяют объяснить, что за этим натом сидит вот такой вот пользователь. Поэтому вначале пользователь идет на Tune сервер. Получает свои координаты. Дальше с этими координатами идет на сигналин сервер. И дальше, как я уже объяснял, помимо Stune и Tune сервера у нас есть еще Tune сервер. Чем они отличаются? Тем, что Stune позволяет просто замаппить адреса, а Tune сервер шарит сквозь себя, как прокси, всю нашу медиа информацию, которая проходит. Соответственно, Stune сервер — это исключительно трансферинг UDP пакетов. А Tune сервер — это обычно нужно два. Один для UDP, другой для TCP. В общем, это стандарты. Если кому-нибудь будет интересно, можете посмотреть, что они описывают. Вот, собственно, про Tune и Stune сервера. То, что я хотел рассказать. Все это вместе называется AIS сервера. Это Interactive Connectivity Establishment. Это стандарт описывает, как взаимодействуют между собой Tune и Stune сервера. Наверняка вы сидите и думаете, зачем мне все это нужно. Поэтому я объясню. Несмотря на то, что почти все это хендлиться автоматически в WebRTC, нам надо не забывать о надпользователях. Потому как это часто бывает. О, это, ну, я не буду это делать. Оно все равно работает. Вот у меня, у моего коллеги за столом там тоже сработает. Главное, у заказчика тоже работает. Давайте мы это быренько продадим и убежим. Не. Не поленитесь добавить Stune и Stune сервера для того, чтобы пользователи за надом не ругали вас. Тихо. Далее, используйте Tune сервера как фоллбэк для Stune серверов, когда оно не работает. Слишком долго вдаваться в сетевые подробности, когда оно может не работать. Просто знайте, что такое бывает и имейте фоллбэк в виде Tune сервера. Благо, есть бесплатные варианты для обоих случаев. И далее, если вы разрабатываете какой-то аппликейшн для не веб-платформ, то позаботьтесь о том, чтобы ваше устройство поддерживало необходимые кодеки для медиа информации. Вот, пожалуй, первый кусочек кода за сегодня. Пора начинать. Это, в принципе, простой объект, который содержит в себе информацию о конфигурации подключения к Tune и Stune серверам. То есть здесь все-таки все, в принципе, просто. У нас есть один Stune сервер, как вы можете видеть, это просто URWA, и Tune сервер с какими-то моими кредами. Далее просто инициализируем RTC Peer Connection с данной конфигурацией, и вуаля, у нас все работает. Собственно, еще раз закрепим последовательность имплементации iServer. Прилепили Stune, проверили, что оно транслируется. Если оно не транслируется, прилепили Tune и позаботились о том, чтобы нашего Tune хватило по мощности. Поэтому в реальности это все дело выглядит как-то вот так. Это уже реальная картина, которая используется в приложениях. К сожалению, между нашими котиками появилось много чего лишнего. И, как вы можете видеть, что у нас появился датабейс-сервер. Я о нем еще ничего не сказал. Зачем нам нужен датабейс-сервер? Конечно, клево, когда у вас есть какая-то свалка, вы зашли туда, все пользователи вместе соединились, они общаются, и вот такой вот коммунизм. Но на самом деле в жизни все не так. Надо какие-то приватные конференции, пользователи хотят пообщаться с кем-то конкретным, и для этого существует такое понятие, как комнаты. В базе данных мы можем хранить информацию о юзерах. Это банально какая-то информация о кредах, логин, пароль, замапленная на него SDP информация, информация о комнатах, кто куда подключается, у кого кто в друзьях. Какая-то база, в принципе, значения не имеет. Это может быть даже мусорное ведро под вашим столом, если к нему есть API, поэтому используйте что угодно. Значения не имеет. Как реализовываться конференции? Это краеугольный камень, почему развитие WebRTC тормозит. Это проблема с конференцами. А в частности проблема с производительностью. То, что вы видите сейчас на экране, это, в принципе, предельная картина того, что можно сделать peer-to-peer, особо не заморачиваясь, просто развернув дефолтную конфигурацию. Вот четыре пользователя. На каждого из пользователей у нас открывается куча портов, к этому я подойду. На каждого из подключенных пользователей мы открываем канал на 2 мегабита и загружаем наш процессор в пол. Собственно, это основная проблема, с которой до сих пор борется Google. И есть способы ее решения. Все они не идеальны. Все имеют какие-то минусы и плюсы. Сейчас я о них расскажу. Девизом моего дальнейшего доклада будут цитаты из Фореста Гампа. Мама всегда объясняла мне все так, чтобы мне было понятно. Потому как, когда я в этом всем разбирался сам поначалу, мне было стремно. Поэтому пойдем по порядку. Так как это драфт, каждый браузер имеет какую-то свою имплементацию. Более того, они отличаются не только каким-то префиксом, как это бывает, они отличаются вообще кардинально по опишке. Что нам для этого нужно? Для этого нам надо очень простая имплементация, паттерный адаптер. То есть мы просто создаем какой-то адаптер. Это что у нас? Это, по сути, обычная стрелочная функция, которая, первое, проверяет, что у нас из этого всего вообще доступно в нашем браузере. То есть если это навигатор GetUserMedia, это мобила, если это WebKit GetUserMedia, я думаю, вы догадались, что это у нас Chrome или старая Mozilla. Старая и новая Mozilla, они имеют тоже разную опишку. Вот так получилось. И опишки отличаются, на самом деле, очень сильно, потому как одна опишка, она принимает в себя callback, другая уже promise. Совершенно разные подходы. Вот. Далее, если у нас вообще этой опишки нет, нам надо что-то пользователю вывалить, помимо ошибки в консоли, потому как пользователи, к сожалению, не умеют смотреть консоль. Вот. Поэтому просто создаем promise reject, возвращаем, который в дальнейшем при использовании можно будет словить. Ну и далее мы возвращаем promise, который возвращает наш GetUserMedia.co. Да, к слову, это советуют и сами разработчики Mozilla так использовать. Далее, 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 далее. Использование этого адаптера. Собственно, мы проверяем, что вот если у нас Media Devices недоступен, и, соответственно, GetUserMedia недоступен, мы маппим на него наш promise, который мы только что создали. Давайте запустим. У нас есть опции, которые нужны для GetUserMedia.co. Кстати, о GetUserMedia.co я тоже вам расскажу. В частности, у нас есть constraints. Это аудио, это обычное булевое значение, это true или false. Видео, которое принимает в себя кучу параметров. Для начала просто я объясню, что есть ширина, высота, но их на самом деле больше. На самом деле все очень круто. Далее мы берем нашу api, передаем в нее наши настройки. Ну и дальше обычная работа с promise. Мы подошли к очень простому вопросу, на который мне было тяжело дать ответ. Как нам это видео вообще отобразить на странице? Все очень-очень просто. У нас есть селектор из дома, с помощью которого мы выбираем ID нашего видео, просто выбираем из нашего дом документа наше видео, и в наш source создаем стрим, который возвращает нам наш promise. Вот вы можете видеть стрим. Это то видео из браузера, которое мы захватили с помощью нашего getMedia API. Ну и далее там уже ивент, когда мы получили всю информацию, мы видео это проиграем. Ивентов много. Я им целый слайд посвятил. Ну и словим ошибку. Как вы можете видеть, наша API работает как-то вот так вот. Можете видеть себя, да. То есть на самом деле эта презентация не что иное, как обычная HTML. И вот сейчас в реальном времени мы захватываем наш экран. Я специально выделил это, чтобы потом не было очень грустно и больно. Это все дело работает только с HTTPS и на локал-хосте. Поэтому, да, поэтому будьте осторожны, чтобы заказчик потом не спросил, а что вот у вас она локально работает, а у меня нет. Какие вообще штуки, интересные, не очень, может делать getUserMedia API? Оно может захватить ваше видео с вебки. Я вас успокою, никакой тайны, никакой конспирации здесь нет. Вам браузер вывалит огромное окно, разрешит захватывать видео на этом сайте. Поэтому, в принципе, все хорошо. Далее. Захватить аудио. Абсолютно то же самое. Захват экрана. Это головная боль. Это очень большая головная боль, потому как изначально можно было захватывать экран с помощью getUserMedia API. Люди написали много приложений для захвата экрана с помощью getUserMedia API. А потом стало нельзя захватывать экран с помощью getUserMedia API. Сейчас это дело работает только если включить в браузере флаг или использовать экстеншн для этого. Экстеншн можно собрать для всех популярных браузеров очень просто. Но на самом деле можно скачать готовый. Вот они есть собраны, они не подписаны никак. Просто меняете имя пакета и даете с вашим приложением. Это все open source, но это нормально в общем. Далее у нас можно записать видео. Эта опция появилась буквально недавно. В процессе подготовки уже этой презентации я обнаружил, что у нас появилась наконец в опишке запись видео. Прикольно. И создание фотографий. Создание фотографий на самом деле происходит тяжелее, чем запись видео. Для этого надо помучаться. Для этого надо создать канвас, отрендерить видео на канвас и сохранить картинку с канваса. Что мы можем делать с нашим видео? Делать мы можем много. Много чего мы можем делать ненужного и много чего нужного мы делать не можем. Как это часто бывает. Мы можем оставить минимальное и максимальное разрешение видеопотока. Собственно, допустим, у нас есть какие-то ограничения канала. И мы не хотим позволять пользователям шарить видео с какой-то ультрасовременной вебки, там 4К. Можем этого юзера куда-то подальше послать и сказать, нет, чувак, ты купил крутую вебку, но мы у тебя все равно заберем видео 640 на 480. Возможность установить идеальное разрешение. Что такое идеальное разрешение? Это разрешение, которое будет определяться для видеопотока в зависимости от скорости интернета пользователя. Простите. Далее. Возможность выбрать девайс для шаринга. Думаю, каждый из вас сталкивался с тем, что вот ты берешь в руку телефон, хочешь сфотографировать там что-нибудь красивое на закате, а в итоге видишь свое лицо и нервничаешь, пытаешься переключить камеру, и вот в итоге уже заката нет, телефон вообще повис. Так как GetUserMedia API отлично работает на телефонах, у нас из коробки есть доступ к опишке, которая позволяет использовать одну из двух камер. Либо фронтальную, либо, естественно, заднюю. Назовем ее заднюю. Собственно, на компьютере так не получится. Если вы подключите 5 веб-камер к своему компьютеру, вы не сможете как-то в скрипте предсказать, какую вы хотите использовать. Вам придется вот в этом огромном окне, которое вывалится при первом запуске, выбрать свою веб-камеру. Более того, когда вы обновите страницу, оно уже больше не вывалится, и поменять камеру довольно проблематично. Надо закрывать браузер или очищать сессию. Поэтому окей. Ну и последнее – это установка фреймрейта. Это частота кадров. Соответственно, зачем это нам надо? Мы можем сделать слайд-шоу, сэкономить немного канала. Добавить людям более, но сэкономить немножко каналы и повысить производительность. Как вообще все это работает? Вот у нас есть эта опишка. Я не буду уже описывать то, что у нас находится в Zen и Catch, потому как это было у нас. Вот здесь. И как вы можете видеть, у нас есть вот такой вот объектик, в котором мы сейчас уделим внимание, в который принимают себе параметры width и height. Как вы можете видеть, у нас могут быть разные параметры. Optional параметры, они позволяют браузеру самому определять в зависимости от того, какая камера у пользователя. Потому как, допустим, возьмем абстрактную ситуацию. У нас есть какой-то пользователь, мы хотим забрать у него там видео full HD, у него дешевая веб-камера, которая снимает 640. Но обратная ситуация той, которую я рассказывал. Видео мы не захватим. То есть fallback на VGA не произойдет. Пользователь ничего не увидит, кроме белого экрана, там где должно быть видео. Или как вы заставили этот видеоэлемент. И все. Поэтому мы можем выбрать optional размеры непосредственно, какие могут у нас использоваться. Более того, если вы все это сделаете в хроме, это не заработает. То есть вот эта вот фигня, в хроме она тоже не заработает. Вы напишите это, вы напишите там хоть 4К, но увидите все равно VGA. В хроме есть такой параметр, в виде он называется mandatory, который позволяет указать, весь зараза все-таки поставь мне размер. Вот таким образом у нас работает хром. Обидно? Ладно. Ну, что поделать. Что у нас есть еще из конфигурируемых, в принципе, полей, возможностей? Это frame rate. Опять же, такая ситуация, как идеальный, максимальный. То есть мы можем сказать, по возможности, давай нам 10 кадров в секунду. Ну, если скорость у чувака очень крутая, он хочет прямо вот, то давайте заберем у него 15. Далее, вот, собственно, facing mode. Это то, что я рассказывал про захват видео с нашего телефона. То есть user — это наша фронтальная камера. Environment — это камера, которая позволяет нам захватить видео с нашей внешней камеры телефона. Далее, видео параметры, какие могут быть. Мы можем указать минимальное, идеальное и максимальное разрешение видео, какое мы хотим получить. То есть, собственно, такие параметры для ширины и такие же параметры для высоты. По сути, просто объект. Скринкшалим. Как говорится, это очередное разочарование, какое есть документация, но какое не работает. И у меня возникает ассоциация именно с Марио, когда ты приходишь спасать принцессу, ее, как всегда, там нет. Помимо этого, я хочу поговорить о битрейт-контроле, которого у нас тоже нет. Это тоже разочарование, на самом деле, потому как, по мне, вместо создания слайд-шоу с маленьким фреймрейтом было бы разумно просто рубануть битрейт, сделать плохое качество видео, но зато не презентация. Ну и, собственно, обработка нашего потока. Но здесь есть но. Есть ряд фильтров, которые можно накладывать в разных браузерах разные фильтры. Это экспериментальная фича, но сейчас можно уже сделать там грейскейл какой-нибудь, отразить картинку, там забурить. Поиграться можно, но на продакшн, к сожалению, нельзя. Теперь давайте поговорим о более скучных, нудных вещах. Пробуем не сильно нудно и скучно это обсудить. У нас есть… Как нам вообще соединить между собой пользователей? Это мы все. Видео, видео. У нас есть RTC-peer-connection. Это API, которая у нас есть в браузере. Вы можете попробовать сделать консоль лог этой штуки и вы разочаруетесь, потому как это нативная фишка. Вы увидите просто надпись «Native Code» и все. Соответственно, полазить, посмотреть, как она устроена, у вас не получится. Далее у нас могут быть параметры, какие мы принимаем. Это ICE-сервера, о которых мы говорили. ICE-transport-policy. На самом деле, на практике еще не приходилось вот эту штуку применять. И вот эту, и вот эту, и вот эту, и вот эту, и вот эту. Но я о них все-таки расскажу. Bundle Policy — это E-Num. Так написано в документации. Я вначале не поверил, какой E-Num JavaScript. На самом деле, что такое E-Num? E-Num — это развод чистой воды. По сути, это просто имитация E-Num, которая предусмотрена в WebRTC, когда у нас на какие-то строки мапится цифра, и с помощью getter это все дело достается потом. Далее у нас есть параметр peer-identity, который возвращает нам instance, RTC peer-connection, peer-identity. Сертификаты, какие у нас могут быть. Кстати, все, что у нас здесь идет по этому потоку, оно шифруется. Используется DSTL, передается ключик, и все это дело шифруется. Далее. IS-кандидат, pull-size — это число. По идее, оно позволяет нам хендлить размер по для IS-сервировка, да их несколько, но на практике тоже не приходилось. Обработка событий. Работа с WebRTC вообще тяжело представить без использования Event Manager. У нас есть события, какие мы можем использовать. Первое. Это Basic Events. Это события, какие хочешь, не хочешь, а хочешь, а хендлить придется. В частности, это OnConnectionStateChange, когда мы были не подключены, подключились, имитится это событие, и мы можем что-то сделать. OnDataChannel. Когда у нас появился какой-то поток уже непосредственно, мы можем на это событие повесить какое-то действие. OnNegitationNeeded это событие, которое происходит в случае каких-либо неполадок между нашими перами. Далее. У нас есть ивенты для ICE-кандидатов. Тоже похоже, когда у нас появился ICE-кандидат, когда у нас какой-то ICE-кандидат выбросил ошибку, когда у нас изменился стейт ICE-кандидата или еще что-то. Например, ваш админ решил по ходу, пока вы говорите, поменять настройки сети. Все это на самом деле хендлятся, и с помощью ICE-кандидатов вы можете это дело предусмотреть. Ну и последнее это работа с сигналин-сервером, который позволяет, вот допустим, если у нас изменилось состояние нашего сигналин-сервера, а что у нас может произойти с сигналин-сервером? Он может отвалиться, и все. Вот. Тогда имитится это событие. И далее OnTrack, когда мы начали общение с нашим сигналин-сервером. Немножко деталей. У нас используется VP8-кодек. Это WebM-формат для видео. Он используется во всех браузерах. Есть поддержка H.264. Она работает с флагом. Если, кстати, кто-то читал, вот вчера спостили по этой теме статью на хабре. Мы же. Вот. То там как раз завязался в комментариях вопрос, что можно использовать H.264. Вот. Далее кодеки для аудио. К сожалению, выбрать какой-то свой кодек для аудио довольно сложно. И для этого надо редактировать SDP-информацию, которую мы обмениваем со сигналин-сервером. Это можно сделать только до первой инициализации с пользователем. Далее у нас есть библиотечка, написанная на плюсах. Простите. Которая позволяет разрабатывать какие-то десктопное приложение. На самом деле есть библиотечки и для мобильных платформ. К сожалению, с мобильными библиотечками дело вообще не имел. DLTS для безопасности используется. Ну и, соответственно, возможность использования турн и стон-серверов. Производительность. У нас был такой хороший разговор. Теперь поговорим о плохих и грустных вещах. Это производительность. Для того, чтобы шарить видео в 720 пикселей на 30 кадров в секунду, обычно надо поток размером где-то в 2 мегабита. На каждого пользователя. То есть, если вы общаетесь с 5 пользователями, то, соответственно, вам надо канал со свободными 10 мегабитами. Но, к сожалению, скорость это не единственная проблема, какая у нас есть. У нас открывается куча портов. Сейчас мы к этому придем. Для того, чтобы упростить overhead в настройке включения и отключения портов есть замечательная библиотечка, которая называется Peer.js. Вот так выглядит взаимодействие WebRTC сигналим сервером на библиотечке Peer.js. Собственно, инициализация, создание подключения, добавление одного слушателя и, соответственно, слушатель и добавляем еще одного слушателя на connection, внутри которого мы добавляем еще один слушатель. Вот. И, по сути, это все, что вам надо для того, чтобы начать общение между пользователями на клиенте. Для того, чтобы позвонить, нам надо использовать что-то типа такого. Данный пример, вот я специально взял пример, где используется callback. Такую версию API вы можете сейчас встретить в Chrome. Поэтому, знаете, вот такой вот вариант записи тоже может быть, только он не сработает как раз в Mozilla. Вот. Хотя здесь импортируются вот такие вот штуки. Это пример с официального сайта. Не работает. Вот. Вот-вот-вот. И, да, мы можем подключиться, и когда у нас начинается какой-то поток, мы отрисуем наш поток на наш видеокомпонент. отвечаем на звонок очень похожим способом. Тоже инициализируем GetUserMedia API. Вот наш пир, который мы создали. И когда происходит событие звонка, мы на него отвечаем. Создаем видео, отправляем его товарищу другому на линии или товарищам другим на линии и общаемся. А вот здесь вот мы тоже вот там, где вот комментарии, вот это тут. Мы тоже должны это видео где-то отобразить. Проблемы, какие у нас возникают, это то, что у нас открывается UDP-соединение с каждым нашим товарищем, с которым мы общаемся. У нас очень много клиентской информации передается, которую можно было бы не передавать. У нас есть ограничение в количестве пиров. Это 256 пиров на один инстанс в RTC. Я ума не привожу, как можно дойти до этого числа, если больше 10 пользователей, оно валится. И ноут очень жестко греется. На самом деле по личному опыту просто вайдли начинаешь захватывать видео, там 12-15 процентов грузится Air 15-го проц i5. Потом подключаешь первого пользователя уже на 40% загружается проц, 3 пользователя 80, 4 пользователя 100, 5 пользователей халэпо перезагрузить островенец. Вот. Это решается. Для этого нам надо масштабирование. Что мы можем сделать? Мы можем оптимизировать количество портов. Для того, чтобы оптимизировать порты, нам надо определиться с тем, как мы это все дело будем шарить. Все ли у нас говорят то, о чем я вначале говорил? Кому вообще можно лишить прав? У меня там картинка есть, мы сейчас к этому вернемся. Далее. Умная локация. Что это вообще такое? На самом деле это технология, которая позволяет нам шарить видео между пользователями в чем-то похожее, сделать что-то похожее на древесную топологию. Вообще у нас в теории есть возможность использовать другие топологии связи в WebRTC, например, сделать звезду или дерево. И тогда, по идее, это будет работать быстрее. Но на практике оно работает через раз и делается довольно тяжело. Проблема как раз в организации серверной сети, серверного всего софта, для того, чтобы все это дело скоординировать. Оптимизация портов. То, о чем я говорил. В чем у нас проблема? Вот у нас есть три пользователя, которые всего общаются. И каждый из этих пользователей держит четыре открытых активных RTP порта. То есть один передача аудио, другой получение аудио. И вот этот кейс это исключительно аудио, без видео. То есть если мы передаем видео, будет по восемь портов на каждого. Соответственно, когда мы увеличим количество пользователей, у нас получается на пять пользователей двадцать портов на каждого. Когда у нас десять пользователей, у нас соответственно сорок портов. И это, ребята, я вам скажу жесть. Потому, 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 для организации каких-то конференций можно использовать что-то типа такого. Зачем нам для пользователя, который не будет ничего говорить, который не будет ничего вещать, тем более со своей камерой держать открытыми порты. Давайте их закроем. Апишковый портисин вам отлично позволяет такие вещи реализовывать. Потому мы просто закроем ненужные порты. У нас будет нагруженный спикер, на которого все будут ходить. Поэтому спикеры не будут ходить между собой. Им это не нужно. Зачем спикерам знать друг о друге? Далее все эти спикеры соединяются между, соединяются с нашим, спикеры простите, слушатели соединяются с нашим спикером. В итоге задачу мы решили, ноутбук горячий только у спикера, а все остальные довольны. По сути как раз есть что-то общее и один из способов масштабирования в APRTC это использование серверов как нод, в смысле не нод, а именно как нод для ретрансляции сигнала между собой. Допустим, создается эдакое дерево, есть один вещающий, он вещает на 5 серверов, каждый из этих серверов вещает еще на 5 серверов, и каждый из этих 5 серверов вещает на других пользователей. Более того, можно использовать какой-нибудь scalable solution от Amazon, мы для проекта вели очень долго переговоры по этой теме, нам предложили какую-то фигню, мы ее так и не купили. Далее, отказоустойчивость, давайте поговорим немного об отказоустойчивости, потому как вариантов облажаться у нас очень много. это трансляция видео, поэтому когда мы можем облажаться? Первое, это когда наш спикер отвалится. Второе, это когда наш сигналин сервер отвалится. Это не так страшно на самом деле, те, кто успел подключиться до падения сигналин сервера, они останутся на связи. Что еще у нас может быть? У нас может отвалиться турн или стон сервер, тогда пользователи попросту не найдут, друг друга. В конце концов у кого-то одного может упасть браузер из-за того, что в этом порте не закрыли. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если у нас есть несколько серверов, один сервер для ретрансляции видеопотока, то было бы разумно перенести сигналин сервер на какую-то другую машину. К тому же нагрузка на него идет довольно-таки маленькая. Это обычно просто веб-сокет подключения к каждому клиенту, и мы иметь какие-то события, когда что-то происходит. Возможность легко сменить шлюз. Если вы вещаете какое-то видео про птичек, котиков, его смотрят одновременно 50 тысяч человек, то будет очень плохо, если при падении какой-то из нот серверов у вас упадет 25 тысяч клиентов. Поэтому предосмотрите в роутинге вашего сигналин сервера возможность переключиться на другую гейт в случае чего. Ну и последнее это предусмотрите возможные случаи глобального апокалипсиса в серверном мире переключиться пользователей друг на друга. Также я хотел вам поделиться с вами списком полезных библиотечек, какие я использовал в своих приложениях. Это Simple Peer, это EasyRTC. Simple Peer это аналог библиотечки Peer.js, которая показывала только другая. EasyRTC это аналог библиотечки Simple Peer, только другая. На самом деле у них есть разница, не то чтобы значительная, но в зависимости от опишки каждого будет проще как-то добавить интерактивности с фреймворком, который вы используете для реализации всего этого дела. Далее у нас есть JS платформ Peer to Peer. Это либо какая позволяет нам поднять легко сигналин сервер, особо не заморачивая себя мудростями Node.js и либо Node.web.rTC тоже для того, чтобы не заморачивать себя мудростями сигналин сервера. На самом деле к сожалению библиотечи какие позволяют грамотно разроутить на несколько серверов транслирующих вебртси у нас нет. Эти библиотечки по сути заменяют вам 10 строк кода, которые вы можете скопировать с Mozilla developers network, поставить сокет.io и сделать то же самое, но тем не менее у нас же модно в нашем сообществе использовать библиотечки по 5 строк, почему нет. А восье тоже удалят потом. И полезные ссылки вы сможете их потом посмотреть. Здесь есть очень интересный бенчмарк на если не ошибаюсь 17 страниц аж. Его проводили в рамках какого-то научного исследования. Он очень крутой. Поведение вебртси в зависимости от разного состояния вообще сети в зависимости от разного состояния железа, разной архитектуры и так далее. Далее это хороший пример сигналин сервера. Это не Mozilla статья, примеры из которой нигде не работают. Я пытаюсь запустить их уже второй месяц и добился определенных успехов. Но сама суть это научная работа каких-то студентов из американского вуза, я не помню, то ли бостонского какого-то. Статья очень круто написана, она написана в теории, на практике это не так немного работает, но вычисления у ребят правильные. Далее Stone и Turn Faute Tolerance. Статейка, где описано, как вы можете реагировать на какие-либо внештатные ситуации с вашим WebRTC приложением. Ну и последнее это примеры использования Stone и Turn серверов. Собственно, спасибо за то, что вы послушали, пришли. Вот по этим ссылочкам вы можете найти все, включая презентацию. Презентация сейчас по ссылке доступна в PDF формате. На почту мы вам рассылки потом пришлем ссылку на интерактивную HTML презентажку. Может быть у кого-то какие-то вопросы есть, буду рад ответить. Время у нас есть. Да. Ты говорил там битрейт выставить нельзя. Да. А можно как-то в рандаме, когда уже запущена презентация, урезать разрешение видео, допустим? Технически может, но на практике не срабатывает иногда. В частности Mozilla в этом деле как-то покладист, а Chrome он очень упёртый. Он может сбросить на VGA и потом не реагировать никак. И насчет вебинаров можно ли как-то распределить, чтобы пользователи в качестве сервера выступали? То есть не все пользователи коннектятся к главному, а некоторые к другим пользователям. Пробовал, делал, оно даже работает, оно даже получается. Но в чём проблема? У нас есть один пользователь, который выступает как ретранслятор, после него идёт ещё один пользователь, который выступает как ретранслятор, после него ещё, допустим, один пользователь как ретранслятор. Эталонная задержка вообще у нас в WebRTC порядка 5-10 миллисекунд. В реальности там могут быть все 50 миллисекунд задержки. И когда мы с помощью создания искусственного такого, это по сути имитация топологии, это не настоящая топология сети. И когда мы создаём вот такое вот дерево, то мы соответственно пропорционально на каждом пользователе увеличиваем эту задержку. А в зависимости от, учитывая, что он получается ещё и транслирует канал через себя, мы добавляем задержку его железа. И в итоге там у нас может быть какой-то пользователь в конце, который будет отставать от других на 4 секунды, например, или там 10, если много у нас нод. Всё зависит от того, насколько критична для нас задержка. Если это конференция, то вообще очень критично. Здравствуйте. Вы очень так много говорили вот у нас есть. А вы писали какие-то реальные приложения на продакшн? Да. Тогда я попрошу, расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь более-менее успешном проекте. Как вам удалось решить, насколько вам удалось решить проблемы с производительностью, насколько удалось решить проблемы с кроссбраунной зеронностью? Окей. Задачи с кроссбраунной зеронностью у нас не было. Это была контора, которая занимается вебинарами. Это очередная эти школа была на самом деле. И у них задача была как-то вещать, не используя платное решение для проведения своих вебинаров. Поэтому мы остановились на том, что мы разрабатывали конкретно под Мозилу, потому как они наиболее активно сейчас внедряют какие-то новые фичи самой фишки. Вот. И исходя из этого мы уже отталкивались, сделали продукт, на котором с помощью распределения по пирам у нас было два сервера, которые выступали ретрансляторами. Мы вещали на 10 пользователей. У нас получалось их подключать. Также у нас был видеошаринг с помощью плагина для браузера, который надо было один раз установить. И у нас был чат, соответственно, который... Кстати, чат мы делали не через WebRTC, потому как он поднимает еще один порт. Мы использовали для этого просто ресурсы нашего сигналинга сервера и оптимизировали тем самым нагрузку на самих пользователей. То есть мы просто вебсокетами гоняли между ними сообщения. Файлы шарили мы тоже непосредственно через сервер, потому как это было быстрее и проще для пользователей. При попытке масштабирования у нас вылезала куча багов, и для больших конференций ребята продолжают использовать ClickMe. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос, судя по вашему докладу, как по вашему опыту, использовать WebRTC, то есть точно так же, как просто, как научиться ездить на велосипеде, да? Как в том анекдоте, когда велосипед горит, ты горишь и все в аду. Мне складывается впечатление, что эту технологию использовать нельзя даже для PET-прожектов. Это так? Или может быть… Если бы вы в том вашем продакшн-коде вернулись на самое начало, вы бы все еще использовали эту технологию? Спасибо. Учитывая, сколько времени я потратил на Investigate, неоплачиваемый Investigate, я думаю, что я бы заново бы это все дело не учил. Как вы удачно сказали, что у нас велосипед в огне, все в аду, но ехать на нем можно, ехать на нем реально можно, но так как это драфт, у нас могут быть какие-то нежданчики, например, завтра перестанет работать опишка для видео или там наш промес превратится в тыкву или еще что-нибудь случится и все приложение упадет. То есть есть неналевая вероятность этого. Далее бывают глюки. Если откроете релиз ноутс в AppRTC у них официально на сайте, вы увидите, что там каждую версию фиксят под сотню багов. Не, ну под сотню загну, но под пултинник багов раз в месяц они фиксят. Это на самом деле немало. Потому это бета, ну как бета, это драфт. Давайте называть своими словами. Это драфт. Использовать можно, но оборачиваясь на то, что заказчик должен понимать, что сегодня оно работает, а завтра оно может превратиться в тыкву. Да, вопрос по авторизации. Есть возможность авторизовать анонимных пользователей? Да, не помню. А как происходит связь между ними? Как они понимают, кто кому звонит? С помощью SDP. Когда у нас заходит первый пользователь в комнату, мы у нас на сервере помечаем, что у нас есть у этой комнаты хост. Этот хост прислал нам на сервер свой SDP. Это протокол, ну как протокол, это пакет с текстовой информацией, его примерчик там по ссылке, простите, далеко в общем. Там есть примерчик этого протокола, он содержит в себе информацию сетевую, как до этого пользователя достучаться, содержит информацию с ключами для шифрования, содержит в себе информацию о кодеках, какие он может использовать. В общем, и когда у нас этот ключ, ну вот эта информация достала пользователей, достала, SDP-шка на сервере уже есть, мы просто ее отсылаем другим пользователям, какие приходят к нам на сервер. Ну типа вот пришел еще какой-то, он видит, что у нас уже есть хост. Ему сервер сказал, что есть хост. И вернул данные хоста. И чувак уже стучит на хост. А вот, например, со сторонней телефоне астерийский и тому подобное. Можно интегрироваться, есть даже решение, даже open-source для того, чтобы это сделать. Суть, как это вообще работает. У нас есть какой-то сервер, который умеет звонить и принимать звонки с какого-нибудь SIP. этот SIP трансферится в WebRTC и через WebRTC он уже шарится куда-либо дальше. То есть так же самое можно анонимным пользователям звонить на тот же самый астерийский, все будет хорошо? Не, не звонить. Ну можно расшарить, допустим, нам звонит какой-то клиент абстрактный с SIP, и мы можем этот SIP расшарить уже дальше по WebRTC. В итоге чувак сможет участвовать с нами в конференции, где куча пользователей в WebRTC он у нас на каком-то SIP. То есть вот так. Ну просто ситуация такая. Есть сервис для операторов, которые отвечают на звонки. И на любой странице браузера человек может позвонить оператору и, соответственно, в астерийске ему ставится в очередь на звонок и он присоединяется с оператором. Ну вот такого, наверное, нет. Во всяком случае, свободного. Можно поискать какие-то платные решения. Ну и можно написать по сути. Спасибо. А по платным решениям вы не смотрели? Не легче было бы там не инвестигейтить ничего там 10-20 долларов в месяц и уже готовые сервера, все готовое, и опиха есть, и мы общаемся, обращаемся и так далее. Смотрел, думал, было бы выгоднее, абсолютно согласен. Есть какие-то конкретные ситуации? На самом деле их много разных. У них есть… зачастую, как происходит монетизация этих сервисов, они продают минуты. Если, допустим, у нас какой-то сервис небольшой, и нам надо провести какую-то конференцию раз в месяц, то имеет смысл просто взять какой-то вот такой вот сервис, использовать его опишку и каким-то образом уже развернуть поверх этой опишки какое-то свое приложение и жить счастливо. Если же у нас очень много звонков, тогда дешевле будет инвестигейтить, педалить и мучаться. Далее не все такие платные решения. Они на самом деле используют WebRTC. Они очень часто до сих пор используют Flash. В частности, когда… Наверное, уже за платформой все-таки говорили больше. До сих пор в этом рынке доминирует Flash, к сожалению, потому как Flash… Ну как Flash? Вообще конфигурация используется в Flash плюс Java Applet. Java Applet для того, чтобы захватить экран. Кстати, я думаю, все знают, как у нас сейчас в Java и в браузерах обстоит дело. Это прискорбно и приходится вот, чуваку, вот зайди в настройки, вот включи поддержку Java и тогда ты сможешь поучаствовать у нас в конференции. Ну, к сожалению, это выглядит так. А там, где есть API, там дороже. Спасибо. Спасибо за доклад. Честно говоря, не так давно тоже озадачился таким вот вопросом об использовании WebRTC. Понял, что там не все так гладко с одной стороны, за счет поддержки именно браузерами, все такое. Но на самом деле технология это просто попытка еще раз переосмыслить UDP в качестве пир-то-пир-соединения. И, ну, судя по презентации, было много моментов, когда казалось, господи, ну, зачем, уже похороните это чудовище и трогайте его больше. Но слышал и об удачных экспериментах. Вот, например, если не изменяет память, WhatsApp свои звонки реализовывал через WebRTC. И почему не смотреть вот реально в эту сторону пир-то-пир между только двумя пользователями не надо устраивать конференции большие. Тот же звонок, голосовой видеозвонок между всего лишь двумя пользователями вполне осуществима и поддерживаемая идея. Не кажется? Да. Когда мы звоним пользователю-пользователю, WebRTC отлично годится, его легко использовать. Более того, в качестве крутых решений, которые работают, ну, поднимите руки, кто из вас использует Hangouts. Ну вот, можно судить о том, что WebRTC все-таки проник в каждого второго, судя по всему. И все-таки право на жизнь он имеет. Другой вопрос, что надо прикладывать титанические усилия, чтобы добиться какой-то стабильности и это все дело масштабировать. Для звонков peer-to-peer, если в WhatsApp peer-to-peer, я на самом деле не удивлюсь, потому как, как я уже сказал, между двумя пользователями все работает очень круто. Можно даже усики прилепить. Все вопросы? Есть вопросы? Спасибо. В общем, про поддержку уже много, два раза спросили, но все же. То есть, дела не сильно хороши, поэтому есть ли какой-то, может, ты смотрел, вот, хорошие практики, фоллбэк, как фоллбэчится, тот же хитгаут, как они делают это? Может, есть какие-то уже готовые решения, для того, чтобы побольше аудиторию… Насчет фоллбэча точно не отвечу. У меня есть подозрение, что он может фоллбэчиться обратно в свой флеш-флей плагин. Не скажу точно не инвестигейтил. В качестве фоллбэков, инвестигейтил, подойду с другой стороны, инвестигейтил, как работают вообще другие сервисы для организации больших конференций. К сожалению, очень часто они используют не в ВПРТС вообще. В ВПРТС, он развивается, стоит отдать должное, что три года назад все было гораздо хуже, а два года назад было еще хуже, чем три года назад. И сейчас мы обратно возвращаемся на финишную черту, на которой мы были в 2012, образно говоря. Проект растет, на тикеты, на баги отвечают, иногда с годовым опозданием. Все-таки я думаю, что проблемы могут быть решены, и каких-то вот прямо таких критичных проблем у нас нет. Есть вопросы, какие надо решить с инженерной точки зрения, конкретным разработчикам уже, которые используют ВПРТС. Например, вопросы топологии это не проблема ВПРТС. То, что это какой-то rocket science для меня как разработчика, это другой вопрос. Сделать можно очень многое. Просто пока нет каких-то готовых и мощных инструментов, фреймворков, которые бы позволяли это легко реализовывать. Когда появится первая ласточка, я думаю, что развитие пойдет гораздо быстрее. В общем, грубо говоря, на Flash. Я имею в виду, если нет поддержки, то флбейшим все. Либо на Flash, либо еще на что-то. Мотивное приложение.